Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Византию в Сидмерс Цивилизейшн 6. Сетевая битва на восьмерых человек. Проверяем, действительно ли Византия так крута, как я рассказывал о ней в рейтинге цивилизации. Кстати, ссылка в прикрепленном комментарии. Как и ссылка на первую серию, всегда лучше смотреть с самого начала. Это на тот случай, если вы случайно наткнулись на это видео. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем, любимые зрители, приятного продолжения просмотра. Паш, это легко говорить там вот где-то далеко, сидя не в соседях. Ну меня даже я фонкрую в начале, пока меня не напугали. Так, ну-ка, где у тебя еще губернатор в городе? Блин, а вот откуда у него столько этих послов? Он уже в Хатусе 18 послов имеет. Амани. А как он сейчас убрал своих послов с этого, с Аншана? А они вернулись, типа, да? Нет, их нету. Сейчас. Там было 23 посла. Амани, еще раз говорю. Амани. Алло. Амани у него в фесе. Ну вот таким образом он убрал. Он пересадил Амани. Амани удваивает послов. У него в фесе 18, в Хатусе 18. Куда ты нормальных послов посадил? Где-то удваивается за Амани. Блин, все еще отваливаются города. Я офигею. Я не понимаю, с чего бы. Берс. Я. Давай, где еще губернаторы остались. Не расскажу. Вот я в пастгартах одного вижу. Так, сколько ходов? Два. А, все, я уже в героическом. Отлично. Е. Вангул, я так не понял, ты отказался от того предложения или... Нет, я тебе правильно. А, вот так. Давай так тогда. Ответочка. Так, кажется, самое время побеждать религии. Да нет, поздно. Боюсь, против Везентиитос будет сложно сделать. Ну да. Тем более на Монголии 40 веры заход. Или кто это сказал? Да. Да это голландец, голландец. Так, торгуют... Сегодня 40 веры, а завтра к тебе православные кишики приедут. Они уже приезжали, не понравилось. Хотя города остались православными. Кстати, я, наверное, могу... Давайте откроем охрану природы. Давайте откроем охрану природы. Кстати, завтра еще будете? Нет, точно нет. Я в такой после этой еще у меня термоядерки на самом... Так, блин, и я захватил тут город, и нифига не пошел уран обрабатывать. В следующий раз возьмешь зулуцк. Знаете ли, у кого там еще уран есть? Монгол, ферз, опять кто-то отвалился. Апу. Я не понимаю, неужели вот так прям влияет... О, не комедии утонуешь. А где находятся эти плоти на 4х, общинать не могу. Компьютер. О, боже, он еще и не умер. Ну... Надо было город атаковать. Да, блин! Так, подожди, реально не хватает... Какой-то прикол просто. Ну вот, моя пулеметная робота из клана Серая Крыса. Как настоящая Серая Крыса пыталась танки уничтожить. И ее жестоко изменили. Так, сколько у нас? 7 ходов с Персом. Ну, я точно уже буду по очкам сейчас опережать Перса. Вопрос только за 26 ходов успеет ли он улететь. Вопрос вопросов. Египет. Я скажу, пожалуйста, ты чё, читаешь на флотоводцев? Египет все живой. Чё я делаю? Чё я делаю? Почитаю на флотоводцев? А, ну да! Чё мне делать еще? В городе, посмотри. Да, встретили, решу тебя забрать. Так, у меня два хода единственных червей. Термоядерок. Книжку почитай. Ну вот я и читаю. Как она называется? Тактика морского. Что такое? Что такое? Виктор сидит и читает. Фиба. Варим. Привезёк. Так, надо всё-таки отремонтировать дамбу, наверное, сначала. То есть ты меня даже не движешься отказаться, сразу прими и всё. Да. Так, на один хошек надо построить строителей. Не, это два хода. Ладно, советские гранты проведу. А, с Византией, да? В Византии у нас с тобой же военный союз? Не знаю, посмотри. Военный, да. Я его тебе кидал в надежде, что мы с тобой будем на Персу нападать. А Византия тебе перехитрила и кинула Союз и Персу. Не, он кидал уже после того, как был союз. Наверное, скоро закончится союз. А ты воюешь с Персом вообще? Я воюю с Персом, да. Ты расскажи, воюю с Персом. Один раз ядерку получил и всё так вот всё. Я нахожусь с ним в состоянии войны. Как дела? А, ещё не родила? Подшиваются. Кто побеждает? Герс? Да оно серьёзно? Да. В Японию вернулась? Кстати, по твоей вине он побеждает. Да почему? Такие города дал, да. Офиг на города, типа... К нему просто невозможно подойти. Вы с одной стороны горами закрыты полностью. Так, а я тут при чём? При том, что так быстро сдох. Ха. Ну, извините. Нет. Так бы его ядерками закидать. Спасибо за... Подожди. Да, всё, спасибо за игру. Спасибо. Спасибо. Так, ну, кто там мне откроет стрим теперь? Голландец, да? Голландец, да? Ща, погоди. А вдруг его будет смотреть не только ты? Не, я в принципе могу, но за мной смотреть не очень интересно, я так думаю будет. Так, откладываем один ход. Вот. Во всех городах. Что, кто выпал? Никто не выпал. Никто не выпал. Египет выпал. Египет выпили. Наконец-то. У меня юниты теперь не ходят. У меня тоже залагало. Теперь ходят? Да, вроде да. Ада. так все в производство мы откладываем чтобы ядерки строить термоядерки термоядерки так леопатра побеждена так мне нужно мне нужен уран там дальше некуда идти если тебе интересный голландия смысл где куда ты куда-то к своим корабликом и сведешь а это автоматически уже это такая ужасная панге измерялась монгол предложение просто термоядерки 10 стоит урана голландец предложение а мне предложение нечего предложить голландец чего-чего-чего предложение посмотри так у него может быть два общего урана перс это пока один вижу 2 есть тоже возможность купать я не против но вот так блин ищет нажала она пропала я что-то нажал и все пропало а кто хостом стал я пляж это ты так подшаманил или нам рандом так нет я просто 2 в лобби так голландица что ты мне там предлагал потому что кинуть что ты просто я что-то нажал она пропала ночи все висит как забавно что у меня на этом на шпионе прокнул перк на взрыв ракета строить то же самое плюс 400 голды мне на самом деле очень неудобно сейчас это ставить то что у меня на экране дипломатии все висит так я не знаю что ты не предлагал что же самое что ты предложил а понял просто к этому еще 400 золотых не знаю это ли по по моему кинул вот это в он 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 Так, а когда ты там начнёшь уже ставить эти пригороды на Персию? Зачем? Что ты там эти пробовал повстанцев? Очень надо. Мне и так пока жилья хватает, у меня города не слишком большие. А почему я на прибрежных клетках не могу ставить кольдеры? Нужно три суши примыкающие. А, три суши, то есть если два... У-у-у, если два нет. Пять ходов, как раз по-моему... Ага, так. Так, на самом деле мне надо вот в эти самолёты выйти. И... Так, или... У вас есть вообще военный лагерь у меня? А, у нас появляется новый лидер, это... Византия. А я лидер, да? То есть это я построил ракета... Космодром и открыл все техи необходимые для улёта. Ну, тебе это недолго сделать. Ну, так ты сможешь ядерко у него херануть. Слышь, в себя херани ядеркой. Советчик сидит там. Ну, то есть, понимаешь, то есть ты в принципе не собираешься ему войну объявлять. Так ты хочешь сказать? У меня союз пока. У Леши нет урана, как он в меня ядер. Да, у меня ещё нет урана, я с вами... Я у вас в это... Выцыганиваю его постоянно. Хорошо, что у нас этот... Я не за Византию видишь, а за цыган играю. Блин, в последний момент вспомнил, но... Он не стал, под конец хода. Мне надо у кого-нибудь угля ещё купить. На ракетостроение, говоришь, перка трогнул? А это не на этом челе. Монгол твой выход. Ай, ну как ты кидаешь, господи? Голландец, вот такое ещё предложение. Иначе бы не долетело просто. Всё, всё, я... А что, куда-то упала ядерка? На ногой, ё-мою бедную. Что-то звука не было. Ну, мне просто ногой вообще не видно. Бедный город, сначала его осадил за лошадьми, а потом ядерку... Я думаю, вот отсюда надо. Блин, что-то долго. Вот сюда, пять ходов. Оперы и балет, капитализм, глобализм. Он говорит, что не будет выкладывать, понимаешь? Да ну, почему? Не знаю. Пожди, ты где вообще Венеция, что ли? Потом, через год, только для подписчиков. Так, вы же все здесь. Гол спасай, вот прям вот вообще вот нужно катастрофически спасать, пожалуйста. Какой-то так все правящий. Строители. Ну, наверное, он имел в виду для... Я постараюсь вернуть, не обещаю, но постараюсь. Ну, мы тут все эти самые. А, даже так? Э, ну там, там только Лёша иногда вылаживает, только для спонсоров. Ну, типа тут все спонсоры, да, мы про это и говорили. Ну, правильно, в паблик доступе не будет. Посмотрим, как мы играли, да? Вот уже интересно. Это единственный минус, в самом деле, играть. Потом мне неинтересно смотреть видосы, потому что ты знаешь... Ну, ну мне интересно. Ну здесь, здесь же посадить с другой стороны. Ну да, но за себя стыдно. Ладно, вырублю. За свои косяки и так далее. Знаешь, в чем твой косяк? Монгол, можешь согласиться? То-то я не убил этого... ...пирса вначале. Это что ты войну объявил в Америке? Не, я и помог. Монгол, Монгол, можешь согласиться? Очень нужно. Сейчас. Банк или фабрик, да. А, блин, мне тоже очень нужно. Мне нужно этот выкупать крейсер. Тебе прям совсем нужно? Да, прям сейчас нужно. Плохо. Все, что осталось, забирай. Так, в Эдессе... Мне нужны мне уже кампусы, я вот... Думаю. Ипподром. Вообще, вот ипподром никогда не помешает. За Византию. Не-е-е, куда стри, ребят? Так, у меня, по-моему, во всех моих городах зенитки стоят, да. Да. Ну, тут вот не стоит, но тут, извините... Ты вроде сказал, что ты ушел, поэтому... Сейчас. А качество такое фиговое, из-за того, что... Потому что, видимо, мой компьютер режет и не справляется. Нет, потому что дискорде нету Boosty. Мой плюс это, да. Так. Танчик надо вот тут держать. Один. Второй. Вот здесь. Блин, как ты быстро вкликаешь, невозможно. Никто не говорил, что будет легко. А, это не на моей. Включение шедевра. Давайте пока дома посидит. В промышленной зоне. До встречи. До встречи. О, кол полетела. А, мне что-то написало, что воспользовалась. Да в меня полетела, но как-то слабо совсем. Промахнулось? На море. На море? А почему на море-то? Рыбу мне всю убил. Всё, рыбу убил! Рыбу глушим ядерными ракетами, красота! Вот это... Блин, мне надо бомбардировщик построить. Иначе мне нечем доставлять ядерки, у меня ещё инженер не добежит. Мне нравится, как Рим методично свои отвалившиеся города забирает. Как? Я на осью решил забить. Ну да. Один забрал, а там... Она, кстати, камни отваливается. Вообще, я думал, бомбардировщик каким-нибудь забить. Но я думаю, не успею. Она в тебе отвалится. Какой-то интересный вопрос. За 22 хода может ли перс улететь? Я считаю, что да. Тем более, что умные материалы он открыл. Да. В него термоядерки надо бросать. То есть... гидролевые станции чтобы хоть какие-то какое-то электричество было там истребителем будем ну вообще на самом деле мы тут вчетвером лидеры кроме рима единственная проблема перса потому что все против него есть то есть я ему тоже объявлю войну просто тупо потому что вот он реально вы там улетает по науке не надо то есть когда вы играете на с ограничением ходов и ты лидер по науке то лучше выйди в ядерки и в эти человекоподобные роботы и забросай всех этим самым этими самыми творился полетел полетел нидерланды только что использовали оружие массового поражения вроде попал куда хоть киота покидайте по тем городам которые у меня единственные в этом в тумане войны ногой и вот я их не вижу ну а это единственное что я вижу к сожалению так там нефрит обработан треугольничек сделано осталось до окончания по ходам и еще пачкам суши тут и голландии и монголия тоже близко мне не настолько тем более мы то воюем а ты не боюсь сидишь так что это временно с кем же ты будешь воевать дубы с кем ну блин ну такие вопросы страны у меня такие варианты есть если думаешь что с римом то зачем пока пока ты не объявил войну у тебя 6 вариант нет раз два четыре варианта чтобы мои кампусы на плюс 2 забрать ну ну рим здесь имеет ради чего забирать это только ради урана ну это я думаю так там едешь забирать города как я сюда доеду там бомбардировщики боли оставь метку где они там курсируют я сейчас туда так как я тебя увижу тебе проще с ватикана купить эсминец и поехать просто одним кликом по захватывать эти города а сми не сможет я не знал эсминец броненосец каравелла галера все может гранат хватать все сейчас еду захватывать советские гранты ремонт надо было сделать ой точнее не еду 4 ступил да да плыву все что я прям по таймингу приезжаю инженером сколько у меня ядерок а вот так даже у меня вообще нету зенита я смотрю с ресурсами зачем он с тобой экономический союз у нас то вы эти не идут но бы я мог через тебя ходить и прочее может любой другой но просто военный пока действует с этим а я берегине пока лучше просто что-то границы да а я теческим хочу обратить все в свою религию ядер куда а шторма нет вы термоядерки защиты нету поэтому это просто странно у меня типа и в ногой и стояли воздушные они даже обычную ядерку а смотря как залетать понимаешь да она выстрелила сбила типа самолет но не более нет но смотря как летит то есть понимаешь я видимо угадал с углом где у тебя стоят они тоже меня не видно было вот и он смог а у тебя зенитки или рсзо мой зеркать что там занимаешь я тебя просто два узора города даже это погладим как два центра вещания ну один я кати строил ведь может тут купим мне будут кто-нибудь как-то мне карту бы твою я просто хочу быстрее человека подобных роботов выйти я очень на него надеюсь а у меня еще с византией военный союз сколько будет а через два хода хочу мы не продолжим но хочешь мне мне нужна карта понимаешь а у нас с тобой карта можем как-то открыть сколько у нас яркие пускаю караваны а ты ко мне нет я я ни одной дне ни одного того города не вижу поэтому не могу пускать караваны 29 2 захода но в принципе посмотрим сейчас ладно если перс объявишь войну ты видишь перс меня просто заставляет меня мировое сообщество типа толкает вот под руку знаешь иди давай иди давай плюнем у в лицо иди ударе его это как быть хорошим для всех до видимости если это был один то поздно почему потому что я уже принял от уже принял сделку а ютка просто странно в том что не показывается что не принялась у меня нету ну там был обмен роскоши до везде приняло не просто городе минус 7 довольствует помимо что нужно делать я всегда за роскошь сейчас у тебя портаны полезут расскажите что делать я вроде только что на это за тебе кидал лишь а это кинул сделку все забей больше не с кем торговать получается я не успел смотреть я придумал я буду разведчиком этот изучать мир ой разведчиком этим рабочим они легче на спутники выйти тебе далеко так давайте еще вот здесь поставим умные материалы или что то есть как называется искусственный спутник радиостроение вроде это показывает весь мир тебе а блин надо построить космопорт я пока не могу 19 ходов это космопорт только этот перс построил и уже первый проект завершил катик он кстати все техи открыл которые нужны для улета просто держу в курсе молодец мы надеемся что ты нам поможешь мировое собственно надеется что ты поможешь скорее даже сам себе помогаю больше чем им захватывая города перса это я вырвать я вот если мы останавливаем персия сто процентов уверен что никто не улетит уже то есть это на очки игра идет если мы остановим персия есть реактивный бомбардировщик дать еще один я сразу построю так плюс еще значит я подумал у меня это все-таки бомбардировщик был пропан и может быть поэтому да это кстати важно плюс 10 который кидал на тебя ядерку он был пропан и на меня на меня на вас смысл прокачиваю после да я потеряю ход я лучше сразу буду распространять отеля кстати я посла взял ой посла апостола надо было просто миссионеров обычных и все если будете раю бомбить бомбитесь обгору от верхнюю гору от у него там везде стоят в про зенитке а это термоядерная наш на 2 клетки до взрывает по-моему на метку можно термояд пускать ничего не мешает монгол ты так добр пожалуйста пускай катается переставляет на я буду меточки рандомные тыкать где заверка что ли когда ты фаст кликер я говорю вам молодец что на константинополь не задел лол не задела я а это было нить извините ой я не понял а где а где моя ядерка прилетевшая чё за бред там же никого у тебя не было как-то она летела по пути и слетела на место где здесь да блин ну еще одна полетела ну вот этой это чья была моя это прям хорошо заслали оооо вы все будете ого говорить слушай монголы мы тут вырастили военного агрессора не мне в смысле мне перс объявил войну подождите не постановится такая стратегия давайте не дадим выиграть одному чтобы выиграл другой да в чем смысл да чё ты решил же быть объявил войне не понимаю я думал вообще рим захватывает чтобы по очкам выиграть просто взял у нас двоих убил и все молодец кто я тебе вообще ничего не делал я вынужден на своей территории кидать ядерки чтобы убивать тебя и я сейчас вот я реально сейчас рядом с константинополем кинул ядерку чтобы убить его юнит все равно на конях драться веселее это точно кстати можете подать вот эту херню как она называется кризисы три пусточков нету я кое-что придумал кое-что а деньги тут армии просто бесплатный сменец нужно всего 270 а у меня и минус по галде я буду очень так ты карточку поставь чтобы у тебя ядерки не жрали столько так а у меня их нету я как сделаю так кину сделаю перс давай ну ладно уже ход начался я испугался думал уже сказали перс давай ни разу не тихо а зато теперь из того что мне камба затупила я теперь могу поставить куда хотел на плюс 4 поздравляю блин у меня вообще городов перса не видно да что ж такое то перс покажи куда города там где города у тебя куда можно накидать ну это это называется тупо суисайд блин чтобы меня еще за этом за собой потянуть да да я в курсе ну и в ракеты в принципе ракета любые это защита от термояда да ладно каковы с другой стороны там перса как-то захватываете нет почему молчание такое зачем на меня напал тогда спрашивается я вот два города его убил сейчас остальные еще собирался ядерки покидать но сами тогда мне так кидай я боюсь с персом мир заключу и все и мы просто пойдем вдвоем вас кидать у нас через 7 ходов через 17 ходов игра закончена ну мы успеем набрать очки вы тогда уже точно не победите да мы сейчас друг друг мы сейчас друг другом уничтожим тут на хрен все наши давай мир ты победишь а я на втором месте меня устроен то есть то есть ты считаешь ты за 17 ходов не улетишь да ты открыл все уже с чего с чего если ты мне город с космопортами захватил сейчас отвалится обратно блин чем не улететь там проект 10 делается один а мне надо еще два или три и там еще какую эту экспедицию как я это сделаю не я никак не вспоминаю тут улететь все опасно коней ащита нет я думаю я уверен что за 17 ходов можешь улететь я просто уверен но дело в том что если с тобой мы сейчас будем воевать то мы просто оба сейчас сдохнем тут на хрен интересная интересная конечно ситуация блин я даже не знаю серьезно вот как лучше поступить в данном случае наш принимает нет конечно я никакие дружбы сейчас уже не приятно все ты можешь посмотреть что дружбы и союзами они с кем нету сейчас это просто возможность там например друг и захочу в тебя ядерку кинуть лучше персу давай я хотя бы гордиан еще заберу и мир нет я просто не хочу чтобы меня отваливались город ну то есть мне не очень хочется тебе отдать города вот скажем так какая разница в них уже нет ничего мне восстанавливать там есть космопорты в любом случае у меня один кассы шину гордиан 44 жители 4 жители гордиан пожалуйста гордиан забирай но я хочу себе столицу обратно то мне сейчас обгонят другие ребята столица ла давай ладно столица твоя гордиан мой хорошо убирай этого подожди да я выведут танк но все но не забрал еще монгол в спину меня крутится и меня опять на самом деле устраивает как у нас тут получилось да я понимаю что у меня столицу фига окно но я его точно затормозил но дело в том что я уверен что он все равно за 17 за 16 ходов может улететь с другой стороны может просто мир не заключать с ним тут сто процентов надо колизей ремонтировать требуемый раму район поврежден ходишь ну ладно 16 ходов но я побеждаю по очкам но перс реально может улететь просто и все другой стороны может друг друга аннигилировать залежь мне не хочется если я нечаянно какой-нибудь выгонит задену если ты заденешь что-то у нас война просто объявится как и сейчас они заделся чтобы все равно не буду принимать при этом хочу поучаствовать дождитесь дождитесь подождите дайте мне открыть танки да это подлодки четыре хода нет 8 полет толка заключительную книжка мы быть на голову риму например обсуждают а если дайте мы доживем своих спокойно пожалуйста без ядера надо как-то обходить эту загрязнение вот смотрю на это и боюсь чтобы у нас в реальном мире вот такое ничего не произошло потому что в последнее время как-то лидеры не могут особо договариваться ракетный крейсер оказывается не кидает ядерки так а что это за подлодка вот это тут голландский коллагодарить тихо-тихо что термоядерных нужны лёша тише пожалуйста не надо раскрывать что это за подлодка тиши на хрена тут ну да я думал я нормально сейчас тихо реально сказал да кстати если подлодка атакует то она подсвечивается один ход между прочим кто не знал ты когда делаешь атаку под лодкой она сразу видно становится человеку и она видна один ход собственно нет гоняет голландец чем эти обгоняют 300 науки по очкам ими каким очкам а да ладно ты тоже улез очков то больше я захватил два города перца смысле они сделают ты на меня напал ты прикалываешься не ну они на меня напали главное у меня даже ход не начался мне уже летит ядерка блин в столицу горит вы сами все сделали а чё не объявлял бы мне войну с таким количеством я сидели бы дальше эти говорю я хотел и рим захватить хотел и делал бы так а остея когда ко мне отвалится следующим ходом не знаю еще ни разу не доходил тебе на будущее вот в такой игре когда мы играем на очки то есть 170 ходов если ты лидируешь по науке то не стоит идти в космопорта и улетания сначала сходи в ядерки и вот это вот все построй и ну кинь соперников нет ни за ними даже защита просто ты вышел в ядерки первый раз ты первый по науке идешь и кинул в соперников и все они такие ну все гг у религиозного монгола уже 80 веры вход как мячики поднять я точно был на втором месте города захватывать свои нет это еще сейчас эти га мы пусть и договорились что это мои города если насчет захватывать то просто продолжим воевать ладно пойду армию захочу и крош армад единственный город остался я в вашем месте при живах что-то обходит руб и чем убивать гнип а почему я не могу отремонтировать грязи разбивает точно бы ничем не убивать красивые истребители а нет реактивный что же не прибивают а причем тут это его и реактивность поэтому моей границы истребители спасибо спасибо так сука 8 ходов ну пока к риму отправляем но в принципе в принципе вообще не к кому отправлять кроме рима я просто никого больше не вижу можно занять спутник запустить и открыть карту ох ты кто-то даже умер так рэй отваливается очевидно ну и и и и и и и 4 хода мир но я пока не могу ничего сделать мне конечно есть ядерки но мне неоткуда их и нечем бросать а тут видимо рабочий умер оси восьте при присоединилась ну и кирену тоже выпала скоро-то делся еще жемчуг обработать больше ядерок в меня пожалуйста вся карта киньте в меня по ядерке не могу были еще давайте у тебя лёш в ядерке ну и чего не зачем ребят кидайте в перс все нормально блин ты открыл все техи на улет кроме кроме тебя вообще даже спутник никто не а нету говорится открыл спутник ну даже мне сказали что там это почему вы считаете что он не улетит я не понимаю еще 14 ходов кто у кого великие люди на эту фигню давайте посмотрим меня и у голландии нет ну может быть там один собираю на стройку на 25 процентов он самый слабый а у монгола перепутал монгола да и у меня должен быть полетели все этот пиво никак не закроет нет нет ни одного космопота знаменитые монгольские космонавты на кумысе такие лошади хвост раскручиваешь и полетел а нет подожди ты бы вертолет а так или ядерку могу перекинуть таким способом так нашу сильно отваливается да вообще могу сюда рейну пересадить я думаю я бы не хотел чтобы это этот город отвалился рим хочешь подарю тебе город забирай бог да вот его говном воняется тесно работе в этих загрязнениях всех их рабочий разы все загрязнение убирают но по одной клетке да и при этом тратит очко да но он только два сможет убрать потому что он там все равно вариант а я очень захватить его смогу нет своим этим у него нулевое ты его даже сможешь оплатить вообще рим рим вот тут да то есть он так кто у нас по производству 32 никея салоники 77 адрианополь 85 адрианополе надо попасть а я же вроде могу или не могу за веру купить этого спас по моему нет по моему огромный человекоподобный робот за веру не продавец он продается это конечно по прикол будет чего это я лишь извините нет больше я это табыр как убивать он просто не убиваем и ходит этот унит который никак не убьешь я лекки не убивают у бр я знаю был бы просто не убиваем и вот что делать монгол ким когда к нему придет у бы я просто сидеть и может смотреть как у бы просто каждый подберет по одному городу до строить стены хотя бы и он эти стены перепрыгивает это так и так работает да какая райсона просто их игнорит практически угарди давай только другую б пропущу пока даша покажи где у него месторождение урана ну во всяком случае то что я вижу пробую танку внутрь то блин внутрь поставить оба ладно давайте банк представите как у всех мало науки вообще то есть мы мы этого у перса было 600 у меня 550 кинули в друг друга ядерки все трындец еще одну не кинул самолет не сломал да я еще одну не кинул ужас ну тут уже не улететь никуда мне кажется все таки не хотя не павите перс все открыл перс все открыл уже он может улететь это перс сдается по моему у меня все метра здравствуйте а ну все ты поспал нельзя вырываться вот так вперед по науке все на тебя агриться нет бы сами есть зависимость от места все таки определенная вот как он берет риму как крем мог бы например по науке тебя догонять в принципе вот как я не вижу я просто кидаю есть вон и горы горы ты называешь что тут один вулкан дело в том что он не может угор ставить пошли метам столицы у него бы все отваливалась нафиг а теперь буду знать не все же почему-то ббр он там же еще дальше за космопортом довольно далеко просто надо не в космопорт идти в ядерки термоядерки там танки современные просто кидать всех вокруг и захватывать и все ну что стену значит ну что не люблю воевать что сделать теперь есть монголия в игры ты ее встречаешь и сразу объявляешь войну все и никакие он ну ничего не может более если военная монголия то я потом возьму хубилая и начнут не войну чингисхан монголия с чингисханом чтобы он не отправлял караваны не получал бонус к силе а бонус за любая монголия получает что она просто получает кавалерия плюс 3 боевой мощи и шанс захватить вид а именно у монгола есть торговые посты и депрогическое видимость еще с таймер уберу ну сейчас загрузится посмотрим потому что сколько я помню а ты целый пейдер потому что хубилая получает ну там он в экономику играет а не в войну ну вот я открыл свою пейдерам в игре поможет тут неправильно описано конечно так да не покупается один дипломатической видимости дает обилка самой монголии а почему вообще не могу покупать там прикол в том что херня она x2 допустим что-то дает 3 туманголи это будет давать 6 до вдвойна на тайна монголия просто ворот лошадей ломан и же является стоял конец и все футы тут все сломано какие какие соображения почему я колизей не могут ремонтировать вот под константинополем сразу а ты чем ремонтируешь а ты этот развлекалку починил а да понял да правильно захожу только ты он голландии тоже еще пока процессе компьютера не вывозит этой мощи а ивану все тут чего я вот только зашел на что у меня просто подключен готовы и никуда не двигается а все пошло что там на меня опять нападает торговца шпиона нет робот 11 ходов долговато давайте строители надо отремонтировать мою ромашку вот это очень небольшая разница в очках совершенно нельзя же восстанавливать нации правилами за да нельзя восстанавливать серьезно зачем ну зачем серьезно затем чтобы ну то есть он у меня отвалится я подумал что если я передам основательно хотя бы не будет отваливаться могу этот город это город столица японии правильно не можешь значит другой город захватывай но я могу предложить сейф загрузить но если можно да ребят я просто честно не знал а это ну придите ропе разговаривать не надо сейф загружать пошел монголии мстить монголии ты за что кто-кто кто я меч всему угла лёша я не могу мстить почему мы можем опять друг друга ядерки кидать просто что вам бы хотелось бы этого нашему всю игру с ним были в союзе блин торговали и прочее не надо было перс кидать в меня ядерку ну я думал что ты в меня будешь кидать если б я знал что ты не будешь я конечно не кидал нет не надо я бы лучше в этого кинул вильгельмину в ее амстердам красивый ну теперь ты уже туда не кинешь у меня к сожалению лодок нет ядерки у меня есть не уже не до летят ракеты никакие я в каждом по городе находится по роботу или как в этом стадами стоит а почему-то тест на провернику летит ядерка либо в леворды я хочу все свернуть себе ну как бы 6 жалко убивать контакт твой же нет я покажу что ты хозяин он со мной воюет вес как ему тоже гиберланды это кто приносит подожди причем не спец таких тебя взорвать можно ядерка взорвать бонус зачем не фест взорвать ядерка все промышленные зоны от внутренних так либерализм торговую конфедерацию пока она рационализм поставим посмотрим вот я почему не было вообще нифига потому что из-за ядерок сбросились все очки это кто-то не походил я еще хожу да ходим и вот тут еще танки какие-то есть принять у термоядерки 2 или одна клетка поражения 2 походил вернуть или там ветер синхрон мне короче только что доставили мемуары сида мэра книжечку ну книжку 7 а сколько у тебя сейчас времени четыре часа дня я послугу ночью в начале по данному что в другом часовом кому-то четыре часа дня ведет же ну у тебя через только через десять часов видимо быть четыре часа дня через 9 до ой я считать уже не могу с утра так подождите еще раз у кого-то рассинхрон опять или я могу таймер поставить у меня подождите пожалуйста так что возможно у меня уже компьютер подходил один урона но не побольше больно все равно я на ферме стою и схильнусь просто за чего воюет мой робот воюет а мстит этому что мне там сидел кому кому а тебе точно в это я ничего не делал напал на меня первый конта тебя и не трогал особо но напал что забрал у меня город один разрушим его пошло дальше по накатанным может я бы успел улететь если бы этот город остался то есть и правда думаю что это была проблема да нет слушайте вам же не нужны были причины чтобы меня бомбить вообще-то никто не бомбить его я бы не зарекался ну вообще ты бомбишь не меня а просто бомбишь так и есть не одну не одну по-хорошему вообще сейчас идет игра на очки то есть то что перс идет за сносить монголию это вполне в русле победного этого то есть кого больше очков сейчас тут и быту 11 ходов осталось но только легче ему снести же было меня например чем монголию нет я не думаю сари он тебя сносит и города которые он захватывает отваливаются ко мне по лояльности а у монголии если он сносит его города то они могут только если к монголии отваливаться и то есть он быстро его сносит тот может захватить а тут получается что он не может на первую они отвалятся по лояльности потому что он не может меня сносить понимаешь надо было ему взять двумя ядерками вернуть кинуть плюс по этих новым просто захватились я пока не могу на нападать на рим на самом деле нечем его атаковать разорваться и бегать все захватывать и не 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 пускай и он сейчас пойдет будет тратить время на города в которых по 100 защиты вместо того чтобы пойти киоту 46 в одному а потом приплывает эсминец захватывает этот бедный киота обратно круто какой эсминец просто эту херню в ней все а я ну дело твою ладно ты не хочешь дружбу но дай хотя бы правого прохода слышишь миша ну давай где ты собираешься общей те даже твоих юнитов не вижу около ости вот этой кавалерии да ты дымка что-то это задумывался как планы запасной план торговец тут сдох где-то ну и сейчас будет рассинхрон еще раз а просто предлагаю сделать и загрузить так что с каждый ход тогда будет на месте перс предложение вот у меня в описании пришел троян написано плюс одно удовольствие если построен рядом с геотермальным полем серьезно да я кликаю куда свою рожицу там вот так написано и в целопеде тоже самое написано а где в трояне или в риме в бане да в банях в бане просто точно да да единственное геотермальное поле находится рядом с адрианополем не думаю что она моё учитывая где рим за спавнился ну я те могу и я те еще раз повторю что в как-то прописано в игре место появления конкретной геотермалки вот чтобы были геотермалки только у венгрии и испании по моему вот обидно я то он как-то сам захватил ногой и я щелкал в тот момент он не давал ее захватить сейчас получается я теперь ее разрушить не могу или из-за того что там пирамиды я все равно не смог разрушить нет а может быть ногой священным городом нет нет не думал там янтарь промышленное производство а это это разве влияет на возможность разрушения города невозможно невозможно уничтожить промышленное производство что странно конечно очень как приравняли промку столицы изначально убили бы какие-то бэгги ресурсы же типа негас не сносится не играется вроде вообще никак почему могла бы промзон убраться а ты это не даже после улучшения ну да скорее всего ничем опять забаговала 7 таки лучше оставим я что же все технику нет это ты у перса спрашивай перс у нас лидер по науке часто он да ну ты по количеству тех посмотри 76 вот у перса все изучены прикинь он бы реально улетал на самом деле если бы ничего не сделали улетал по сути а давно уже под 500 и не казалось должен был давно тоже не намного дольше да да он намного раньше то есть у меня я даже еще ни одной тихий чтоб ты понимал ни одной тихий не открыл вот в этом в эпохе будущего но ты можешь видеть ты собственно ушел при тех даже голландии ты даже дальше меня понимаешь ты даже дальше меня у меня одна технология чисто случайно там залетела и все у меня сюда штативнических бомбардировщиков нет что-то по ним ну ты просто в них них не шел жемчуг еду обрабатывать во всемирная выставка чет там голландисты там сейчас дипломатии не побеждаешь 1220 ну да если меньше раньше об это подумал я бы победил но а к грешке можно освобождать можно 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 это же все бонусы дает вельгемии на привет пожалуйста чаще кому не лень было аншан выкупать у меня а а нет а почему я писал что аншан объявляю войну о мой не знаю видимо не такой уж твой а все геть я японцы освободил знаешь что он первым делом сделал он отдыхал понимаешь ему ему же нечем было день ну то есть чувак там всякими непотребствами занимался ты его освободил типа придется опять страной управлять я кидал вельгемина нет она есть рассмотреть предложение перекинь еще раз мне ничего не а ты на мою рожицу кликни там будет рассмотреть предложение скорее всего а кто это рим да так что у нас опять таймера нет ну давай хотя бы вот так 1 хочешь мне это уже 2 вообще-то 200 отключен у меня минус просто 160 да я готов тебе все отдать не у меня денежки нужны к сожалению именно 960 я тебе могу рисовать могу вран могу любить ну давай алюминий так лаба угольная это уже все наверно нафиг надо эти лучше деньги попробуем так где у нас вообще правительственная площадь давайте мы сначала ее отремонтируем кинал я просто надеюсь что я могу купить за веру человекоподобного робота алюминием кину 10 алюминия должно быть а ну да я вижу что не давать не добавлял я как бы не настолько дурак ну ладно ну ладно блин это рабочий вообще думал что я танком вот этим хожу глобализация кстати надо поставить лучник лучника повысить до пулемет народ и стоит 1500 голды а истребитель до истребителя реактивного 150 правильно понимаю что-то что-то тут подозрительно если честно тонну дуня очень взялся лучше вам не знать кушали скажите мне кто может дать бедный глимине 560 золота чтобы не распустились войска у тебя ноль вообще он обращается к своему дружочку пирожочку из монголии а ты хочешь уехать жить под воду да а ты видишь что происходит в этом мире тут лучше плавать чем потану вижу вижу короче решил он открыл эти акваграда и походы приезжали это есть такая теха это видимо далеко зашли куда в эпохе будущее а почему не вопросики кстати везде там радованы сюда тихо да да чтоб нельзя было идти в них напрямую то есть перса ты вообще забил да на улетание как я улечу есть у меня космопорта нет ни одного ну ну вы построили на разбомбленные мне только один город не тронутый мне слишком много улетать вот давайте сделаем количество массового поражения у всех равным этому византии я уверен что у него куча оружия и у нас всех будет ядер и это будет весело нет пускай лучше потеряет все на всякий случай эту хрен знает что у него за кормах лежит ну я я могу просто вам честно сказать что у меня одна ядерка и одна термоядерка давайте как у монгола у монгола это да я уже проголосовал правду на рандом поэтому и шпион выполняющий указанную роль операции подрыв нет спровоцирует беспорядки не лучше тогда уж это космопорт да никто не улетает успокойся кто не улетает чисто вот как бы земляне да космос покорить уже тут просто просто скорбионы в банке спровоцирует беспорядки чтобы было больше хаос давайте устроим армагеддон македдон тебя сейчас нечего будет запускать у тебя отберут значит отберут что-то сколько стоит лодка стоит никто не помнит подводка по моему пахет где подводная лодка простая кажется пройдешь как был у монгола а он и не открыл вообще открывается в эпохе будущего прошло вы теряет чингисхан все ядерки зашибись щас это ты сейчас возмущаться будет народ хан как тебе то что я протолкнул в всемирном совете а чё там мне просто что не показывает не запустишь свою ядерку я вижу что 0 мне далось этих ну значит теперь лёша точно победит слушай дай мне денег пожалуйста раз тебе всегда теперь уже не нужно 16 подожди ты у меня было 500 очков а я вижу он 16 проголосовал чтобы у тебя ядерки забрали ой у этого монгола ну что вы творите сказали же давайте будет веселуха ну нахрена так вот веселуха ты смотри как перс веселиться а что за танки тут у меня ну танки танковать приехали ну да это wargaming нет сейчас основывать будем и world of tanks если уж мало очков он решил прям сто процентов улетит так а что еще делать как бы ну да ты прав веселуху то все отбили еще восемь ходов что-то делать надо просто улетит кто там улетит уже никто никуда не улетит этот подкачку на старых жигулях когда бензин подкачивали этот джектор в ракету топлива заполняешь так же я даже космопорт не построил зачем-то вот голове считается улететь если начаться разговор зачем деньги не космопорт не просто посмотреть карту и все только у меня загрузка до играть никто не сломал промышленную зону в салониках спортсменов подготовим ну так леша тоже проголосовал в то что по чингисхана ну да да а зачем всем ядерку давать на этом к сожалению нам пришлось закончить партию еще восемь ходов от оставалось но большие технические проблемы не позволили доиграть до конца тут вы просто этого не видите но очень много сейвов было вы немножко дальше услышите как мы обсуждаем мы приняли решение признать победителем рим но на самом деле тут не все ясно и мне кажется я бы тут мог победить как раз захватывая рим понятно что в меня бы бросали ядерки явно голландец возможны монголия перс уже вроде не успевал не капустонус мир бы заканчивался как раз к моменту окончания игры но собственно я в персы не мог бы кидать уран у меня есть тем более еще один источник взят у персов города потому что он отвалился бы но в любом случае у меня уран был к сожалению ну там очень большие вот мы реально много раз загружали и не могли продолжить у народа там помощь четыре часа но или утро уже даже было и не стал я уже мучить но в целом конечно за византии очень приятно играть тут даже не дело в том что и вот я там как-то не доминировал а просто очень ну свободно себя чувствуешь за счет того что у тебя дофига счастья то не так много тебе надо района вставить чтобы получать выхлоп из-за экстаза там плюс 20 процентов ко всему вот воевал как всегда хреново наверное стоило так вами все-таки на рим нападать они на египет потому что у египта и трудовая дисциплина у него там неплохо работала и у него вера была то есть я получается не мог продавить мне надо было обращать его города но даже если я пришел апостолами а наверное надо было стагмами еще и апостолов вести чтобы брать обращать его города он довольно просто мог это обратно забирать а рим сделать ничего не мог бы то есть просто выбор не в ту сторону нападать да и выгоднее просто даже караваны в египет посылать что-то еду с этого получаешь просто это вот как его пример того когда неправильно выбрана цель нападения это то что египет я конечно в итоге захватил мы просто очень как бы у византии неплохо с кавалерией то есть мне практически не надо было юниты строить у меня просто появлялись и все вот и себя захватил и рим я конечно много больше ну у рима я знать еще смотрел типа у рима города не очень но какая разница ты захватываешь и потом из них делаешь там еще нером монгол с другой стороны приехал в общем вот вот это было точно главной ошибкой за игру хотя тем не менее все равно можно было побеждать в любом случае ваши впечатления конечно же давайте в комментариях пишите ваше впечатление от игры за византию как вам цивилизация сама по себе на этом все тут еще в конце немножко ставлю наших разговоров в конце а так в принципе на этом все играйте умные игры всем пока поздравляем рим с победой на самом деле я консенанты ой а дремополь забирал бы сейчас наверно попытался бы хотя бы но я покинул тебе я не я бы сейчас я бы сейчас кидал в тебя ядерки рим она тоже сейчас ядерка готовится ну одна всего лишь а я термоядерки я бы кидал начнем с этого посетила бы аквилеи вилитры и аркингу умирал умирали они очень удобно стоят это вы сегодня еще играть будете ну прям сейчас все давайте куда спать уже нафиг надо отдавать какой спать 4 часа дня ты что это 4 часа в любом случае спасибо за игру и вам всем спокойной ночи что наш сезон появится да не новую искать концовка никакая закончилась